Мы с вами делаем кучу сборок ПК, а также подборы комплектующих под разный бюджет. Это все интересно и полезно, но созревает вопрос, а как же на этот самый ПК заработать школьнику или студенту? Вы на канале Интерлинк и сегодня я расскажу, как я заработал на свой первый ПК, возможно это будет полезно и тебе. И ты также заработаешь на свой первый игровой ПК, но сначала... Все знают, что я пользуюсь картами Тинькоу Банка. И сейчас у них появилась карта, которая подойдет именно тебе. Это дебетовая карта Тинькоу Фолк Гейм в уникальном лимитированном дизайне. И вот почему она нужна именно тебе. Первое это то, что ты можешь выбрать ее в уникальном дизайне и написать свой никнейм на карте, что делает твою карту неповторимой. Также вы получаете 1% кэшбэка абсолютно со всех покупок, а при трате от 10 тысяч рублей начисляется 3% кэшбэка у издателей игр и в игровых магазинах. 1,5% за покупки электроники и техники. Да, это отличный вариант сэкономить при покупке нового ПК. 1,5% за развлечения в кафе, барах и на транспорт. В общем плюшек масса, а весь твой кэшбэк ты можешь потратить на компенсацию покупок техники, игр и электроники. А еще эта карта зарабатывает тебе деньги, ведь ты получаешь 4% на остаток на счет рублями. Бегом оформлять дебетовую карту Тинькоу Фолк Гейм по ссылке в описании. Начну я историю с того, как я заработал на свой первый ПК, это был 2017 год и мне тогда было 16 лет. На то время я собрал ПК на i7 4770K под водянкой и разгоном на 5 ГГц. И видеокарта была временно 1050Ti от MSI, модели гейминг. Через год я обновился на GTX 1070 тоже от MSI. Весь ПК мне обошелся на то время в 50 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. И как я на него заработал? Самое первое это то, что у меня уже был древний ПК, который как-то когда-то мне подарили. Я продал его на Авито за 12 тысяч рублей. Он был на i3 и видеокарта Radeon HD, точной модели не помню. Еще около 8 тысяч я накопил, отлаживая карманные деньги и деньги с подарков и так далее. А оставшиеся 30 тысяч рублей я заработал самостоятельно. Осложняло это то, что я жил в деревне в населении 7 тысяч человек. И как в больших городах просто найти работу на ХХ или Авито нереально. Я не придумал ничего лучше, чем работать сам на себя. Первое мое дело это ремонт ПК, но это был по факту работа софтом. Переустановить винду, почистить систему и так далее. Иногда чистил от пыли и менял термопасту. В деревне уже был один мастер, но я просто взял и выставил цену в 2 раза ниже, чем у него. Плюсом я работал неофициально. В итоге за месяц я заработал 10 тысяч рублей. Клиентов я привлекал рекламой на столбах. Благо дома у меня был принтер. После количества людей, которым нужно сделать ПК, сошло на нет. Так как по факту у всех, у кого были проблемы, я их исправил. Но эти 10 тысяч рублей были моим стартовым капиталом для моего нового школьного бизнеса. Под конец 16 года я услышал о спиннерах и прочей дичи, которым очень дешево можно заказать на Али. В итоге на 10 тысяч рублей я накупил различного ширпотреба, который должен был пользоваться спросом. И продавал почти весь товар в 3 раза дороже в местных чатах и группах. Реализовать весь товар я смог практически за месяц. Как итог с 10 тысяч рублей у меня вышел примерно 28 тысяч рублей. И добил остаток по сумме зимой. В деревнях снег приходится убирать самому. И был класс людей, которые либо не хотели этим заниматься, либо не могли. Я взял своего друга и мы вместе пошли клеить листовки и убирать снег. Но на самом деле мы заработали очень мало, по 2-3 тысячи на одного за месяц. При этом физически уставали достаточно. Но в итоге мне хватило для того, чтобы добить до 30 тысяч рублей. И вот как я накопил на свой первый ПК и собрал его. На тот момент мощнее ПК в деревне не было ни у кого. Ну смешно звучит. Интересно сейчас у кого-нибудь будет мощнее, но не суть. В любом случае в городе с этим намного проще. И вот мои советы, как можно заработать школьник или студент до 17-18 лет. Категорию выше трогать не будем, так как все просто. Берете Headhunter или Avito, делаете резюме и пошли отвлекаться на вакансии. Потому что найти сейчас молодых сотрудников очень тяжело. Их нет. Я работал в руководящих должностях и всегда реально дефицит кадров. Поэтому свои отмазки можете убрать куда подальше. Первая работа подойдет абсолютно всем, но многие считают ее позорной, хотя я сам этим занимался. Это расклейка объявлений. Да, банально, но зато работает безотказно. Плюсы работы. Не требуются какие-либо навыки, ходи и клей. Можно получать от 300 до 1000 рублей в день. Минусы это то, что во-первых, тяжело найти нормальную организацию. Как совет, ищите компанию, которая занимается только расклейкой объявлений на заказ. Второе, то есть риск, что могут кинуть. Опять же, ищите именно проверенную организацию. Прежде чем идти к ним работать, погуглите ее. Вторая работа это телефонные менеджеры по продажам, домашнего интернета и ТВ. По типу Ростелекома, Билайна, Думру и так далее. Вот тут уже серьезно можно заработать. Я работал менеджером по продажам с 18 до 19 лет. Доход был от 25 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в месяц. Чем дольше я работал, тем больше я получал. Так как становился опытнее и нарабатывал огромную базу клиентов. Плюсы работы. Самая оплачиваемая работа в возрасте от 16 до 18 лет. Да, возможно, и старше. Гибкий график, если хорошо общаешься с руководителем. Возможность совмещать с учебой. Из минусов эта работа подходит пару процентов людей. К нам на собеседование приходили сотни людей. Из них оставались единицы. То есть примерно из 100 человек только 1-2 оставались работать и получали нормальную ЗП. Все остальные уходили через неделю после работы. И вот почему. На такой работе самое главное это коммуникативные навыки. Ты должен быть очень коммуникабельным человеком. Второе это стрессоустойчивость. Она должна быть наверное как у военных. То количество негатива мне кажется тяжело найти где-либо еще. В общем смотрите сами. И по заработку в интернете. Я лично не зарабатывал в интернете до ютуб канала. Но знаю как делают это другие. Один из тысячи примеров это превью на заказ. Обучиться в фотошопе не такое длительное время занимает. Но тут большая конкуренция. Мне за все время на ютубе человек 20 написали с услугами превью на заказ. Смотрите сами. Но вообще ютуб также в помощь. Если хотите именно зарабатывать исключительно в интернете. Тут у меня опыта нету. Поэтому ничего сказать не могу. На этом все. Я рассказал именно как я зарабатывал свои первые деньги. Я знаю что еще есть тонны способов которые помогут заработать на первый ПК. Но у меня есть принцип если я сам это не пробовал. Как я могу это рекомендовать. С вас лайк, подписка и коммент. Всем пока.